Остров Пасхи или Рапануи – это место, которое веками будоражит умы учёных, путешественников и любителей загадок. Эти гигантские каменные статуи – Муаи, стоящие посреди Тихого океана, на одном из самых изолированных островов планеты, уже давно стали символом неразгаданных тайн. Но недавнее открытие новой статуи внутри кратера Старого Вулкана перевернуло всё, что мы знали о Муаи, и заставило учёных пересмотреть свои теории. Сегодня мы погрузимся в эту историю, разберём, что делает остров Пасхи таким уникальным, и попробуем понять, почему новая находка может стать ключом к разгадке не только прошлого Рапануи, но и процессов, происходящих глубоко под земной корой. Неожиданное открытие. Муаи на дне озера. Представьте себе. Учёные, работающие над проектом восстановления болотистой местности в кратере вулкана на острове Пасхи, вдруг натыкаются на нечто удивительное – новую статую Муаи, скрытую на дне высохшего озера. Это не просто очередная находка. До этого момента считалось, что все Муаи на острове уже учтены, их около тысячи, и большинство расположены вдоль побережья или вблизи древних поселений. Но эта статуя особенная. Во-первых, она была найдена в одиночестве, что необычно, ведь Муаи чаще всего устанавливались группами. Во-вторых, это первый случай, когда статую обнаружили на дне озера, которое, по данным учёных, высохло лишь в 2018 году. Глубина этого озера в течение сотен лет достигала почти трёх метров, что делает невозможным строительство или установку статуи под водой. Как же она там оказалась? Новая статуя, высотой чуть более полутора метров, меньше своих собратьев, но сохраняет все характерные черты Муаи – массивная голова, вытянутое лицо, выразительные черты. Учёные предполагают, что ей более 500 лет, и сейчас планируют провести радиоуглеродное датирование, чтобы точно определить возраст. Интересно, что местная община Рапануи настояла, чтобы статую оставили на месте. Это решение отражает глубокое уважение коренного народа к своим традициям и духовному наследию. Ведь Муаи – это не просто каменные извояния, а символы предков, вождей и духовной силы острова. Почему Муаи так важны? Чтобы понять значение этой находки, давайте разберёмся, что такое Муаи и почему они так интригуют. Эти статуи, вырезанные из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку, были созданы рапануйцами между 1250 и 1500 годами. Каждая статуя весит от нескольких тонн до десятков тонн, а самые крупные достигают высоты 10 метров. Муаи устанавливались на церемониальных платформах, называемых Аху, и, как считается, символизировали духовную связь с предками, защищая общины острова. Но как древний народ, не обладая современными технологиями, смог вырезать, транспортировать и установить эти гигантские фигуры? И главное, зачем? Одна из самых больших загадок – это транспортировка. Муаи вырезались в карьере, затем перемещались на расстояние до 18 километров. Учёные долго ломали голову над тем, как это было сделано. Одна из теорий предполагала, что статуи перевозили на деревянных санях, используя пальмовые стволы. Но эта идея была опровергнута. Археологические данные показали, что пальмовые леса на острове исчезли задолго до создания большинства статуй из-за вырубки и экологических изменений. Более правдоподобной оказалась гипотеза, основанная на местных легендах, которые гласят, что муаи шли из карьера. Эксперименты показали, что статуи могли перемещать в вертикальном положении, раскачивая их с помощью верёвок. Это требовало слаженной работы десятков людей, но было вполне возможно. Ещё одна интрига – расположение статуй. Большинство муаи стоят вдоль побережья, повернувшись лицом к деревням, словно охраняя их. Исследователи из Университета Бингемтона в Нью-Йорке обнаружили, что выбор мест для установки статуй был связан с водой. Остров Пасхи – это вулканическая земля с пористой почвой, которая быстро впитывает дождевую воду. Рек и ручьёв здесь почти нет, а пресная вода была жизненно важным ресурсом. Рапануйцы научились добывать подземные воды, которые выходили на поверхность вблизи побережья, смешиваясь с морской водой, но оставаясь пригодными для питья. Муаи, вероятно, устанавливались рядом с этими источниками, чтобы обозначить их сакральное значение. Новая статуя. Новые вопросы. Возвращаясь к новой находке, возникает вопрос. Почему муаи оказался на дне озера? Одна из гипотез – статуя была создана и установлена, когда озеро временно высохло, возможно, из-за засухи более 500 лет назад. Рапануйцы могли переместить её в кратер, чтобы отметить важное место или событие. Но есть и другая, более интригующая версия. Статуя могла быть намеренно спрятана или ритуально погребена в озере. В истории Рапануи есть примеры, когда статуи разрушали или закапывали во времена конфликтов или социальных изменений. Возможно, эта статуя – свидетель какого-то забытого события. Ещё одна загадка – одиночное расположение статуи. Обычно муаи устанавливались группами, чтобы усилить их символическую силу. Одинокий муаи в кратере вулкана может указывать на уникальную церемонию или на то, что в этом месте планировалось возвести больше статуй, но работы были прерваны. Учёные надеются, что дальнейшие раскопки в этом районе помогут найти ответы. Возможно, под слоем ила или вулканической породы скрываются другие муаи, которые изменят наше понимание истории острова. Экологическая загадка и мифы о крахе цивилизации Остров Пасхи долгое время ассоциировался с идеей экологической катастрофы. Популярная теория гласила, что рапануйцы вырубили все пальмовые леса, чтобы транспортировать статуи, что привело к истощению ресурсов, голоду и краху цивилизации. Но недавние исследования, использующие данные спутникового зондирования и машинное обучение, рисуют другую картину. Население острова, вероятно, никогда не превышало нескольких тысяч человек, и рапануйцы научились выживать в сложных условиях, применяя уникальные методы земледелия. Один из таких методов – каменное садоводство. Жители раскладывали камни на полях, чтобы защитить посевы сладкого картофеля и таро от ветра и солёного воздуха, а также для регулировки температуры почвы. Камни медленно выделяли минералы, улучшая плодородие вулканической почвы. Этот метод был настолько эффективным, что его следы до сих пор видны на острове, и некоторые местные жители продолжают использовать его. Подобные техники применялись и в других регионах, таких как Новая Зеландия или Юго-Запад Соединённых Штатов, что подчёркивает изобретательность древних культур в борьбе с суровыми условиями. Эта новая картина опровергает миф о саморазрушении Рапануи. Вместо этого мы видим народ, который адаптировался к жизни на изолированном острове, создавая не только монументальные статуи, но и устойчивую систему выживания. Новая статуя в кратере вулкана может быть ещё одним свидетельством этой адаптации, возможно, связанным с ритуалами, посвящёнными воде или плодородию. Геологическая революция, что остров Пасхи рассказывает о мантии Земли. Но открытия на острове Пасхи не ограничиваются археологией. Недавние геологические исследования перевернули наше понимание процессов, происходящих глубоко под земной корой. Учёные использовали метод цирконового датирования, чтобы определить возраст вулканических пород острова. Цирконы – это крошечные кристаллы, которые образуются при остывании магмы и содержат следы урана, превращающегося в свинец. Измерив это превращение, учёные могут точно датировать породы. К их удивлению, некоторые цирконы оказались возрастом 165 миллионов лет, тогда как сам остров сформировался всего 2,5 миллиона лет назад. Это открытие указывает на то, что древние минералы были принесены на поверхность магмой из глубин мантии. Где они сохранялись миллионы лет. Остров Пасхи – часть цепи точечных вулканов, сформированных горячими выбросами мантии. Обычно считается, что эти горячие точки неподвижны, а тектонические плиты движутся над ними, создавая цепочки островов, как на Гавайях. Но находка древних цирконов говорит о том, что мантия под островом Пасхи может быть менее подвижной, чем предполагалось. 165 миллионов лет назад на этом месте существовало гигантское вулканическое плато, которое позже, 110 миллионов лет назад, затонуло из-за тектонической субдукции. Цирконы остались в мантии, а затем были подняты на поверхность во время более поздних извержений. Это открытие заставляет пересмотреть наши представления о тектонике плит и движении мантии. Если мантия вблизи горячих точек более статична, это может изменить модели формирования островов и вулканических цепей. Остров Пасхи таким образом становится не только археологической, но и геологической загадкой, раскрывающей секреты Земли. Что дальше? Новое открытие Моаи в кратере вулкана – это лишь очередной кусочек пазла, который заставляет нас задуматься о том, как много мы еще не знаем об острове Пасхи. Каждая находка поднимает новые вопросы. Была ли статуя частью забытого ритуала? Почему она оказалась в одиночестве? И как ее появление связано с геологической историей острова? Ученые продолжают исследования, и, возможно, в ближайшие годы мы узнаем больше о том, как рапануйцы создавали свои шедевры и как они жили в гармонии с суровой природой. Остров Пасхи – это не просто место с каменными статуями. Это история о человеческой изобретательности, духовности и адаптации. Это напоминание о том, что даже в самых отдаленных уголках планеты люди находили способы не только выживать, но и создавать нечто вечное. Новая статуя в кратере вулкана – это еще один шаг к разгадке. Но, как и всегда, остров Пасхи оставляет нас с чувством, что главные тайны еще впереди. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. А что вы думаете о новой находке? Может, у вас есть свои теории о том, как Моаи оказался на дне озера? Пишите в комментариях. И давайте продолжим разгадывать загадки острова Пасхи вместе.